Всем доброго времени суток! Вы на канале Топатун ТВ и сегодня мы разберемся, от чего же зависит стоимость юблефара. Если ты решил приобрести себе этого милого геккончика, то должен знать, почему некоторые особи стоят дороже других. Часто молодых юблефаров продают дешевле, чем взрослых. Почему, спросите вы? Итак, пройдемся по пунктам. Первое. У взрослых юблефаров видны все их недостатки. Болезни, проявление синдрома в той или иной степени. А у малышей организм только начинает расти и только по мере взросления начинают всплывать определенные проблемы. Или же вам повезет, и ваш геккончик вырастет крепким и здоровым. Второе. Точно определить пол эушки можно только спустя 3-4 месяца. А для кого-то важно, чтобы был именно самец или самка. Поэтому вы играете в рулетку. Третье. За молодняком требуется очень аккуратный уход. Их легко нечаянно травмировать и при неправильном кормлении получить различные заболевания. Например, истощение или рахит. Четвертое. Молодняком, как правило, еще движут природные инстинкты. И они еще не успели освоиться и привыкнуть к человеку, в отличие от взрослых особей, которые сами просятся к вам на ручки. Взрослые эушки тоже могут быть дикими. Это зависит от вашего общения и как заводчик контактировал с питомцем. Как часто брал на руки или просто кормил да убирал за эушкой. Пятое. Молодые особи очень много стрессуют. Из-за каких-либо ситуаций. Того же переезда. Если очень сильно напугать углефара, он может откинуть хвост. Новый, конечно же, отрастет, но будет уже вот с таким наростом. Шестое. С углефаром нужно контактировать как можно чаще, разговаривать, давать ему руки, чтобы он их изучал и привыкал к вашему, так скажем, запаху. Что в дальнейшем очень повлияет и облегчит ваше содержание, и питомец будет признавать вас как истинного хозяина. Седьмое. Если вы заводчик и покупаете эушку для разведения, вам не нужно будет ждать год, пока маленький питомец подрастет и будет готов к размножению. Восьмое. Так же, как вы все уже наверняка знаете, что эушки бывают разных окрасов, которые могут встречаться как часто, так и редко. И это так же очень влияет на его стоимость. Если простые морфы эублефаров, например, самая дешевая морфа, считается нормал. Это окрасы эублефаров в природе. Черные точки на желто-коричневом фоне. Таких эублефаров в продаже очень много, и стоимость особи в среднем составляет поторы тысячи. Есть морфа Блэк Холь, которая может достигнуть суммы от 3,5 до 6 тысяч рублей. Если вы думаете, что это дорого, то есть еще дороже эушка. Это Блэк Найт. Черный эублефар, цена которого начинается от 80 тысяч рублей. Впервые этого эублефара мы увидели на выставке Рептилиум 2019 в Москве. И это было просто супер. Если под этим роликом наберется 50 лайков, мы сделаем топ самых красивых эушек по нашему мнению. Ну а мы вернемся к эушкам и их недостаткам, из-за которых цена может быть снижена. Вспомним про хвост, о котором говорилось ранее. Если на момент продажи хвост уже отрос, для здорового эублефара все опасности позади. Можно покупать его, не беспокоясь. Но так как вторичный хвост уже не такой красивый, как первый, цена может быть снижена. Тут все зависит от продавца или заводчика. Хозяин сам оценивает свой труд в разведении эублефаров. Но о покупать или нет, уже решать вам. Но все же учитывайте эти факторы. Десятое. Синдром энигмы – это патологическая мутация, передается от родителей к детям. Если у эо присутствует ген энигмы, эублефары теряют ориентацию в пространстве и могут промахиваться по пище при кормлении. Или же крутиться на одном месте. Синдромы бывают нескольких степеней. Слабый, средний и сильный. Чем выше степень, тем характерны выраженные признаки, перечисленные выше. Цена на таких эушек, как правило, ниже. Одиннадцатое. Рахит у эублефаров – нередкое заболевание. Оно вызвано нехваткой витаминов и кальция. Чаще всего это искривление лап. Приобретать эублефарную эушку, если вы не специалист, конечно же не стоит. Но если эушка переболела эублефаром и поправилась, то можно смело покупать. Цена будет тоже соответствующей. Смотрите видео, как мы выходили эублефара, болеющего рахитом. Ссылочка будет в описании. Давайте подводить итоги. Пройдясь по всем пунктам, мы с вами выяснили, от чего же все-таки зависит цена эублефара. Разброс цен прежде всего зависит от морфы эублефара. А остальное – возраст, пол, недостатки – это уже вторично. Приобретая эублефара, старайтесь узнать от заводчика как можно больше информации. Не только о самой эушке, но и о ее родителях. Обязательно учитывайте пункты, о которых мы с вами говорили, перед покупкой. И обращайте внимание на стоимость, если у эушки есть явно выраженные недостатки. Мы желаем добра вам и вашим питомцам, чтобы они никогда не болели и приносили вам только радость и хорошее настроение. Ну а на этом у нас все. Если понравился ролик, ставь палец вверх, подписывайся и до новых видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok